Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании E-Markets. Меня зовут Артем Звездин. По традиции для вас я сделаю обзор рынков с точки зрения ВСА, с точки зрения прайс-экшена. В комментариях к этому ролику находится ссылка на полный обзор, где я рассматриваю также акции голубых фишек российского рынка и некоторые фьючерсы. Для вашего удобства в комментариях есть тайм-коды, по которым вы можете ориентироваться по этому видео. Давайте приступать к анализу. Перейдем теперь к рынку Форекс и, конечно же, перейдем к Евро. Евро ушел в консолидацию и на данный момент мы пробили нижнюю границу данной большой консолидации, что является само по себе неплохим таким сигналом для продаж. Однако необходимо учитывать тот факт, что в целом мы имеем очень большой всплеск объема, дамы и господа, и очень резкий, сильный такой разворот. У меня есть такое вот, знаете, смутное подозрение, что мы можем находиться в ложном пробое, дамы и господа, что по этой причине сейчас вот ситуация может немножко, конечно же, попахивать этим ложным пробоем. И как бы мы в нем не застряли. В случае, если вы увидите на существующем уровне 1.12.521 замедление, возможно, конечно же, небольшое сужение волатильности. Здесь можно искать, конечно же, продажи чисто от этого флета до уровня 1.11.143. Но в случае, если мы пробьем данный диапазон и уйдем немножечко выше, к 1.1.12.521, это будет означать, что мы находимся как раз-таки в ложном пробое. И здесь можно заходить прямо не глядя в покупку, в высокорисковую покупку с целями 1.13.924. И в случае пробоя данной цели мы пойдем еще выше, к уровню 1.14.339. Перейдем теперь к фунту. Фунт дошел до нашей цели в рамках коррекции. Я все-таки, если помните, да, мы ожидали некой остановки в виде небольшого сужения по фунту. Этого, конечно, не произошло, дамы и господа. Но, напротив, рынок откатил от нашего уровня. Дошел, конечно, до нашей цели. И резко вниз свалился. Объемы просто сейчас нарастают. Бешеные объемы. В общем, в рынках такая небольшая мини-паника. Я бы не сказал, что это прям вот королу какой-то. Пока разворотом в рынке в целом не пахнет. Хотя вот мы закладывали ланги. И можно ожидать небольшой коррекции в диапазон 1.25.763. И от данного диапазона можно уже, конечно же, ждать дальнейшего движения вниз. Либо дальнейшего движения вниз можно ждать от существующих уровней. Все выглядит очень по-медвежьи по фунту. И ничего не говорит о том, что рынки должны замедлиться, дамы и господа. А иена. Если мы говорим о иене, то иена пошла по нашему сценарию, свалилась вниз, дошла до намеченной цели. И мы достигли в рамках нашей цели всего лишь за один день, дамы и господа. На данный момент мы дошли даже до глобальной цели, которую обозначили черт знает когда. 107-107. Такой вот уровень достаточно веселый. И произошло движение вверх. Мы видим, что несмотря на резкий всплеск объемов со стороны быков, резкий всплеск волатильности, рынок в целом останавливается и начинает потихонечку-потихонечку замедляться. Все это, конечно же, происходит в рамках большой и глобальной коррекции данного падения. Можно ожидать, конечно же, дальнейшего движения вверх в рамках этой коррекции с диапазону 107-820. А там уже, конечно же, искать продажи, либо продажи существующих уровней. Продажи можно, конечно, искать до уровня 107-107 и ниже в случае пробоя до уровня 106-800. Покупки. Есть ли здесь покупки? Ну вот, если честно, пока что покупок не видно на горизонте. Но, возможно, на следующей неделе, в среду, в четверг эти покупки будут появляться. И, возможно, они как раз-таки появятся в рынке. Австралиец. Австралиец дошел до нашей цели, отработал наш анализ. Прошу обратить внимание, что быки у нас сделали усилия. Но вот нормального, адекватного результата этого усилия, конечно же, нет. Это говорит о том, что на уровне 0.68-12.80 мы наблюдаем увлечение объемов и дальнейшее движение вверх. А данная область является такой вот точкой ликвидности. Очень значимой точкой ликвидности для данного инструмента. На следующей неделе можно, конечно, ожидать разворота данной области. И все, конечно же, говорит нам о том, что в рынках находится очень мощный покупатель. И который выкупает как раз-таки все избыточное предложение в рынке. Нужно искать высокорисковые, конечно же, покупки от существующей цены. Либо от уровня 0.68-128. Покупки до ближайшей максимальной точки 0.70-250. Канадец. Как и планировали, собственно говоря, мы как планировали, да, пошли канадец. Такое чувство, знаете, мне в комментариях написали. Артем, мы уже поняли, что рынки двигаются только исключительно по вашему сценарию. Давайте приступать к делу. Ну, здесь то же самое. Канадец пошел по нашему сценарию. И он ушел во флэт с последующим разворотом. Разворот пошел очень мощный, резкий, быстрый. И мы видим, как сейчас увеличиваются объемы. Ситуация довольно неоднозначная. С одной стороны, мы имеем локально такую ситуацию, когда мы стали разворачиваться. Да, с другой стороны, мы имеем глобальный такой тренд, который, конечно же, замедлился. И можно ожидать некой коррекции в диапазон 1.34.963. В случае, если здесь произойдет остановка, конечно же, мы же можем искать планомерные покупки. С другой стороны, можно посмотреть высокорисковые продажи в данном инструменте до намеченной цели. Ясно одно, что говоря о среднесрочных позициях в данном инструменте, А вот, если честно, следует ингредиторировать данный инструмент касательно среднесрочных сигналов, поскольку сейчас есть такая неопределенность. В связи с тем, что он еще не закончил свое трендовое движение. Кстати, если мы перейдем на четырехчасовой график по этому инструменту и посмотрим на нее, мы обратим внимание, что мы упали с огромного, собственно говоря, флэта и протестировали нижнюю границу, упали еще. И сейчас двигаемся вверх, опять вновь к нижней границе. А вся эта ситуация, конечно, напоминает разворот вниз и в целом такую медвежью ситуацию. Но говорить о глобальном развороте, если честно, я бы не стал. Обычно рынок после таких объемов, которые сформировал на четырехчасовых графиках и такого флэта, после падения он двигается очень-очень резко вниз. Здесь есть движение, но оно очень небольшое, касаемо по сравнению, конечно же, с этим объемом. Ну да ладно, поживем, увидим. Пока что двигаемся по таким локальным целям. Золото. Золото дошли до наших целей и мы находимся в верхней границе. Дамы и господа, прошу обратить внимание, что сформировался своего рода долгосрочный такой флэтовый канал между уровнями 1728 и 1685. Мы сейчас находимся в верхней границе данного флэта и данного канала. Прошу обратить ваше внимание, что объемы стали падать сейчас. Также мы обращаем внимание, что к верхней границе флэта рынок подходил пылой и сейчас происходит поджатие к диапазону 1738. Это свидетельствует о том, что в рынках у нас находятся слабые продавцы, которые вполне вероятно не смогут удержать верхние границы данного флэта. Возможно, мы ее пробьем и тем самым людей сводим на стоп-приказы, то есть людей, которые ищут сейчас продажи. Но если честно, вот мы говорим в целом о этом инструменте, то на ближайшую неделю, конечно же, мы сейчас находимся на верхней границе и после выноса как раз-таки вот этого можно ожидать, конечно же, продажи. Мы торгуемся в целом в рамках такого глобального флэта и в случае, если у нас, ну, пока что торгуемся в рамках этого флэта, что там делать, я думаю, вы прекрасно понимаете. Продаем отверг, а покупаем от низа, да, в случае, ну, боимся, конечно, развода на стопы. В случае пробоя данного флэта ждем коррекции к этому флэту и дальше уже принимаем торговое решение. Коллеги, я еще раз поясню, никаких противоречий сейчас в моих словах нет. Если мы говорим о недельном обзоре и недельной торговле, краткосрочно выходы из флэта вполне возможны, но они сформированы как раз-таки выносом НАСА по стоп-приказам и за счет того, что в рынках у нас слабые продавцы. В целом, если вы увидите дальнейшее движение вниз, краткосрочно на неделю и вновь заход в этот флэт, мы можем и дальше в нем торговаться. Как торговать во флэте, я думаю, вы прекрасно понимаете. Продаем отверг, а покупаем от низа. Долгосрочно, если мы рассматриваем данный инструмент долгосрочно, то для того, чтобы произошло определенное движение, мы должны хорошо пробить данный флэт и хорошо к нему откатить с сужением и расширением в обратную сторону. Здесь мы зайдем в покупку либо в продажу, в зависимости от того, куда этот флэт будет расформирован. Перейдем теперь к биткоину. Биткоин продолжает торговаться в рамках нашего глобального сценария между диапазонами 10000 и 8600. Дошли до уровня 10000 и сейчас движемся к уровню 8600. Эпизодически мы находимся в таких небольших коррекциях, консолидациях в рамках обычного такого небольшого рабочего дня. Также прошу обратить внимание, что в пятницу было очень резкое падение, но прошу обратить внимание, что рынок это падение очень сильно стал выкупать и происходило обратное такое движение достаточно волатильно. Есть запас хода чуть выше, к диапазону 9573. Это является серединным диапазоном данного падения. В случае, если мы подойдем до данного серединного диапазона, следует искать, конечно, продаж. Но минимальные точки до минимальных точек большого такого диапазона, который мы обозначили, то есть до уровня 8600. Прошу обратить внимание, что помимо этого рынок очень сильно и волатильно реагирует на вот это вот падение и на низкий диапазон. Он реагирует очень большим резким всплеском. Это указывает на доминирующих покупателей в инструменте. И все это указывает на то, что с большей долей вероятности в рынках у нас может произойти коррекция с последующей остановкой, с последующим флетом и дальнейшим движением вниз к нашему диапазону, то есть к нижней границе 8600. Поскольку это глобальный сценарий, а глобальный сценарий он главнее локального сценария. На следующей неделе я ожидаю дальнейшей коррекции и последующего движения вниз. Спасибо за ваше внимание, желаю вам на следующей неделе удачи и благополучия. Зарабатывайте!